Забайкальское село Мирсаново до революции было казачьей станицей. И традиции предков казаков сегодня возрождаются. На базе обычной сельской школы, которая была уже на грани закрытия, создали казачью школу-интернат, где обучаются и проживают ребята из разных сел. Многие из многодетных и малобеспеченных семей есть дети-сироты. Юные казачата не только сидят за партами, изучают математику и физику, но и успешно занимаются строевой подготовкой, спортом, обучаются военному делу. Мирсановская школа – первая в регионе, где появились уникальные тренажеры для занятий кинезитерапией. И это первая школа в регионе, где учащиеся занимаются верховой ездой и уходом за лошадьми. «Казак без коня, что воин без ружья», – говорили в старину. Лошади в жизни мирсановских казачат занимают значительное место. Верховая езда – это лишь часть в непростой науке общения с лошадьми, ведь уход за лошадью требует знаний и навыков. В школе юных казачат учат всем сельскохозяйственным премудростям, которыми раньше владели казаки – ухаживать за лошадьми, косить, грести, строить. Здесь будет конюшня, на 7 коней, здесь будет учебный класс, где дети учатся в теории и практике. Обучение и воспитание казаков большую помощь оказывает православный приход. Он предоставляет лошадей для занятий, а обучение проводит опытный инструктор по верховой езде, инструктор-ипотерапевт Татьяна Анисина. На сегодняшний день остров стал вопрос об обновлении амуниции. Для полноценных занятий необходимо приобрести седла, уздечки, шлема, краги, перчатки. А также есть потребность в средствах по уходу за лошадьми. Нужны конные грабли, косилка. Хотя возможности у сельской администрации православного прихода невелики, они всеми силами поддерживают Мирсановскую школу, потому что воспитание настоящих мужчин, дисциплинированных, ответственных, любящих свою землю, умеющих на ней работать, это в сегодняшнем мире дорогого стоит.